Функции. Основы 2. Ярлыки аргументов, функции и имена параметров. Каждый параметр функции имеет и ярлык аргумента, и имя параметра. Ярлык аргумента используется, когда вызывается функция. Каждый аргумент записывается в вызове функции с ярлыками аргументов перед ними. Имя параметра используется в реализации функции. По умолчанию параметры используют их имена в качестве их же ярлыков аргументов. Все параметры имеют уникальные имена. И хотя возможно до нескольких параметров иметь один ярлык аргумента, Уникальные ярлыки аргументов помогают сделать ваш код более читаемым. Указания ярлыков аргументов. Вы можете записать ярлык аргумента перед именем параметра, разделив их пробелом. Здесь представлены вариации функции GreatPerson, которая принимает имя человека и его родной город и возвращает приветствие. Использование ярлыков аргументов может позволить функции быть вызываемой в более выразительной форме, похожей на написание предложений при этом с сохранением тела функции, которая является читаемым и простым к пониманию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Опускание ярлыков аргументов Если вы не хотите использовать ярлык аргумента для параметра, напишите символ нижнего подчеркивания вместо явного ярлыка аргумента для этого параметра. Если параметр имеет ярлык аргумента, то аргумент должен быть помечен, когда вы вызываете функцию. Использование ярлык аргумента для параметра аргумента для параметра. Значение параметров по умолчанию Вы можете определить значение по умолчанию для любого параметра функции. Присвоим его значение параметру после типа параметра. Если значение по умолчанию задано, то вы можете опустить этот параметр при вызове функции. Разместите параметры без значений по умолчанию. Функции с переменным числом параметров. Продолжение следует... Параметр с переменным числом значений принимает 0 или более значений указанного типа. Вы можете использовать варядик параметры для указания того, что в параметр может быть передано переменное число входных значений при вызове функции. Вы можете написать вариативные параметры, вставив три символа точки по имени типа параметра. Значения, переданные в вариативный параметр, становятся доступны внутри тела функции в качестве массива подходящего типа. Например, вариативный параметр с именем numbers и типом double станет доступным внутри тела функции в качестве константного массива под названием numbers типа double. Функция может иметь только один вариативный параметр. Пример вычисляет арифметическое ожидание, также известное как среднее для списка чисел любой длины. Продолжение следует... Параметры функции неизменяемы по умолчанию. Попытка изменить значение параметра функции из тела функции приведет к ошибке времени компиляции. Это означает, что вы не можете изменить значение параметра по ошибке. Если вы хотите изменить значение параметра и вы хотите сохранить эти изменения после окончания вызова функции, определите этот параметр как in out. Вы можете записать inout параметр, поставив ключевое слово inout прямо перед типом параметра. Параметр inout имеет значение, передаваемое в функцию, изменяемое в функции и возвращаемое из функции для замены оригинального значения. Вы можете передать только переменную в качестве аргумента для inout параметра. Вы не можете передать константу или либеральное значение в качестве аргумента, так как константы и литералы не могут быть изменены. Вы должны разместить ampersand прямо перед именем переменной, которую хотите передать в качестве аргумента in-out параметра для того, чтобы указать, что она может быть изменена функцией. Здесь приведен пример функции под названием swapToInc, которая имеет два целочисленных параметра с названиями a и b. Функция swapToInc просто перемещает значение b в a, а значение a в b. Функция производит этот обмен, сохраняя значение a во временную константу под названием temporary a, присваивая значение b – a, а затем присваивая temporary a – b. Вы можете вызвать функцию swapToInc с двумя переменами типа int для смены их значений. Заметьте, что имена some int, another int, предваряются апперсандами, когда они передаются в функцию swapToInc. Пример демонстрирует, что оригинальные значения some int и another int изменяются функцией swapToInc, даже если они были изначально заданы вне функции. In-out параметры – это не то же самое, что возвращаемое значение функции. Пример выше, с swapToInc, не использует определение возвращаемого типа или не возвращает значение из функции, но все еще изменяя значения some int и another int. Параметры in-out – это альтернативный способ для функции иметь эффект за пределами пространства своего тела. Именование функции. Когда вы хотите привести в каком-то тексте название функции, вам не обязательно описывать все ее определение. Достаточно лишь указать ее название и ярлыки аргументов в круглых скобках, разделив их двоеточиями – swapToInc и greetsPerson. Причем двоеточие пишется и после единственного названия аргумента. В ряде аргументов ставится троеточие после имени arithmetic mean – numbers. Перегрузка функций. Одна и та же функция по имени может иметь несколько вариаций в зависимости от типа принимаемых значений, даже если они имеют одни и те же названия аргументов. Такой подход называется перегрузкой функций. Все три функции имеют название Absolute Value, однако работают они над разными типами и возвращают разные типы. Четвертая функция имеет название Absolute Value of, и поэтому ее использование также допустимо. Уживание Цирп JULI. Уживание Цирпича пассажирования. Уживание Цирпича, мое количество полетенцов, ярлыки качественных условий, обходят их обработки. В наиболее – пассажирование со стороны улучшениями – полетенца, в общем обамы – полетенца. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...